Всем привет! Как ваши дела? Меня зовут Даша, и это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Я сейчас иду по полю в сторону Радонового озера. Мы приехали на природу на несколько дней, чтобы отдохнуть, развеяться и хорошо провести время, подышать свежим воздухом. Ко мне в гости приехал мой папа из Новосибирска. Он уже был в Петербурге, так как мой папа любит спокойный отдых на природе, а мама предпочитает ходить по музеям и галереям. Мы решили разделить их, и сначала проведём две недели с папой с конца августа по начало сентября, а потом в октябре к нам прилетит моя мама. Мы выехали из города вчера примерно в десять утра, собрали рюкзаки, взяли с собой палатку, котелок, газовый баллон. В общем, всё для активного отдыха. Жаль, что не взяли удочки, потому что знаем, что можно половить рыбу, но, может быть, арендуем удочки на базе, на которой мы остановились. Нам очень нравится база отдыха Карелия Лав. Это глэмпинг. Так как у нас уже есть одна палатка, мы с мужем спим в ней, а для папы специально арендовали шатёр, потому что там есть кровать, и можно включить обогреватель на случай, если будет холодная ночь. Вчера было хорошо, сегодня тоже прекрасный солнечный день. По дороге в Сартовалу мы заехали в магазин и купили форель, которую вечером приготовили на мангале. Мы купили для этого угли и развели огонь. Никаких приправ не добавляли, только соль и капелька лимона, и получилось невероятно вкусно. Чего такой хмурый? Там какие-то радоновые, они и не всем, и немного, определенный чуть-чуть, и всё. Я думал, ты мне несёшь. Нет, я на штуку-то не повёлся. Никита в этом году ездил летом на Алтай, ходил с друзьями в 10-дневный поход. И поэтому вчера, когда мы приехали, первым делом Никита захотел окунуться, поплавать в Ладожском озере. Вода уже холодная, конечно же, уже конец августа, но он сказал, что вода его взбодрила, он остался доволен и сегодня также хочет поплавать. Кроме нас на базе отдыхают туристы из Москвы и других городов России. И москвичи последнее время очень любят ездить в Ленинградскую область и в Карелию, потому что здесь восхитительная природа и чистый воздух. Несколько человек вчера пришли с корзинками лисичек. Лисички — это грибы рыжего цвета. Я надеюсь, что сегодня мы тоже что-нибудь соберём и вечером пожарим их с луком. Ночью шёл дождь, поэтому сейчас на дороге вы видите лужи. Но в целом идти очень легко, комфортно. Мне очень нравится этот маршрут, потому что можно увидеть не только Радоновое озеро, но и выйти к Ладоге, к Ладожскому озеру. Мы сегодня хотели поехать на остров Валаам. Туда можно добраться на катере, но, к сожалению, Ладога неспокойна. Сегодня ожидается шторм, и плыть опасно, поэтому будем надеяться, что завтра нам удастся посетить остров. Я там ни разу не была. Сегодня мы взяли с собой сублимированную еду. Это блюда, которые легко приготовить, залив их кипятком и подождав минут 8 или 10. Если вам нравятся такие видео, где я гуляю и что-то рассказываю, посмотрите моё видео о путешествии на Кавказ. Там я посетила три горных озера. Кстати, вот Ладога. Но мы здесь останавливаться не будем, мы идём дальше, потом выйдем на Ладогу с другой стороны. Сегодня четвёртый день, как я принимаю лёгкие антидепрессанты. К сожалению, я в этом году стала чувствовать себя намного хуже, чем в прошлом. Было ощущение тяжести, подавленности, постоянно хотелось плакать, не хотелось работать вообще. Уроки я проводила с удовольствием, но, например, перед камерой мне совершенно не хотелось быть. И, наверное, вы заметили, что видео стали выходить очень редко, подкаст вообще в этом году не выходил. Я планирую записывать новый сезон. Думаю, что начну в сентябре и к октябрю опубликую новые выпуски. Так что, да, делюсь этим, потому что считаю важным говорить о нашем здоровье и о том, что если вам плохо, то обязательно сходите к врачу, не откладывайте на потом. Видим грибы. Это подосиновик, да? Я не разбираюсь. Красивый. Пойдём. Я надеюсь, что принимать препараты мне нужно будет недолго. Я также займусь терапией, буду ходить к психотерапевту. Спасибо всем, кто относится к ситуации с пониманием и продолжает смотреть мои видео. Вот мы, наконец, дошли до Радонового озера. Я могу ошибаться, но, по-моему, оно называется Импелампи. Смотрите, как здесь чудесно. Интересно, есть ли палатки. В прошлом году мы пришли, здесь было много людей. А где вы отдыхали этим летом? Любите ли вы устраивать пикники, ездить на природу или предпочитаете городской отдых? Никита, что у тебя? У меня паста болоньез. О, класс. Выглядит аппетитно. Так, а у нас что? Рис с курицей и овощами по-мексикански. Папа, у тебя что? Лагман. Без сахара, ГМО, химии. Покажи, открой, пожалуйста. Ундок консервантов. Секундочку. Ничего, тоже аппетитно выглядит. Сейчас попробую. Мы перекусили, попили чай, и сейчас пойдём вдоль озера туда, на скалы, в сторону Ладожского берега. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok